Всем привет! Меня зовут Сергей, и это автомобильный проект на портале lprado.ru. Сегодня, как обычно, прокатимся по городу, встретимся с интересным человеком, поболтаем с ним о всяком разном, ну, пару сюжетов будет интересно. А едем мы в гости к автомобильному инструктору. То есть, я думаю, что все водители проходили через этих людей, потому что они их учили, условно говоря, управлять автомобилем. Ну что, Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Прокатимся, поболтаем? Да. Все отлично. Скажите, пожалуйста, вы уже много лет работаете в автошколе. Задам простой вопрос. То есть, в советское время подготовка водителей занимала 6 месяцев, сейчас существенно меньше. Хватает ли нынешних правил, стандартных, ну, как бы нынешних требований для того, чтобы выучить адекватно водителя, для того, чтобы он в современных, там, бешеных дорожных условиях мог ориентироваться? Ну, если говорить в общем, то времени не хватает. Если говорить по программе обучения, хватает. Мы успеваем выучить курсантов, выпускников автошкол. Но они не успевают получать должную практику. Вот. Все равно, чтобы сдать экзамен ГИБДД, нужна определенная практика. Ну, то есть, нужно накатать столько часов, чтобы была уверенность, чтобы... Ну, то есть, можно говоря, у вас на тестах на внутренних, например, ученик, ученик, курсант, да, правильно, сдает нормально все, а потом в итоге экзамен проваливает. Да. Потому что процент сдачи экзамена в ГИБДД в целом по России очень низкий. Сколько там? 5-10? В апреле месяце озвучил начальник ГИБДД России Михаил Черников. Всего лишь 8% с первого раза сдают изо всех выпускников автошколы России. То есть, волнение, в первую очередь. Волнение, неуверенность. То есть, вот, не накатали нужное количество часов, чтобы была уверенность. То есть, как раньше это было, там, полгода именно ездить накатывать, как я имею в виду, в советское время, например, учили, да, полгода. То есть, это, в принципе, вполне объективно и адекватные сроки. Это было бы хорошо. Ну, ряд причин не дает организовать такое обучение. В первую очередь, это то, что, если будет полгода обучения, соответствующая цена будет выше. И, естественно, цена будет обучения в два раза. Вот вопрос. По сути, есть вот стандартизированное обучение, то есть, есть определенная программа, которая закреплена. Но, вот, когда сдал на права, получил их успешно, много ли водителей хотят продолжить обучение, чтобы повысить свое мастерство. Ну, как, вот есть там курсы контраварийной подготовки, какие-то еще дополнительные, то есть, повышение мастерства. Или, в основном, это не востребовано. То есть, вот сдал, и вот что на дороге более-менее дорожными ситуациями научился. А как управлять машиной, там, в основном говоря, в заносе? А как на чистом льду? Там же совершенно другая физика поведения автомобиля. То есть, вот автогонщики, это все превосходно знают, да? А очень много ведь водителей, которые вот ездят по одному и тому же маршруту, и чуть лед, или какое-то сложное покрытие, и все, и авария. К сожалению, в настоящее время такая подготовка не востребована. Школа, автошколы, ну, в современном своем виде подготавливают. Опять-таки, пускай это будет даже небольшое количество времени, ну, что накатывают курсанты. Но, ну, например, вот типичный пример, там, параллельная парковка идет в, ну, там, в гараж, да, как правильно, в карман называется. Но ведь в реальной ситуации все настолько не идеально, как там, то есть, вот по конусам, такое-то расстояние. Сдвигаем конус на 20 см в эту сторону, и все, и человек теряется. И потом такие люди, по сути, ездят по дорогам. Есть ли какой-то способ как-то вот улучшить вот эту вот подготовку, ну, помимо увеличения времени? То есть, или все, человек уже зависит, хочет ли он дальше развиваться? Ну, вообще, кто хочет, тот обращается, берут дополнительные занятия, помимо программы обучения. И это просто отрабатывает данное упражнение. Понятно, но, опять-таки, это будет просто дополнительная накатка часов по стандартной программе, или именно уже какие-то могут быть расширенные занятия, именно уже по стандартной. По стандартной. То есть, в принципе, вот как была парковка по тарированному гаражу, то есть, она так и будет, просто накатают не один раз, а 30 раз в него заедут. Да. Но, опять-таки, я повторяю вопрос, то есть, на 20 см сдвинули в конусы, вот так чуть в разные стороны, и все, и человек, опять-таки, с высокой долей вероятности будет теряться. Ну, да. Ну, и поэтому и сейчас ГИБДД планирует изменить вообще систему приема экзаменов. На площадке закрытый экзамен в перспективе должен отмениться. Все, что сдается сейчас на площадке, будет сдаваться в городе. Параллельно парковка, гараж, движение задним ходом, такое множество, возможно, будет в конце года или в начале следующего года. Ну, буквально, еще даже меньше, чем полгода осталось для того, чтобы это все пошло. То есть, кто хочет выучиться полегче, желательно бежать сейчас в автошколу, получается. Получается так. Параллельная парковка, да и вообще парковка, это серьезное испытание для большого количества водителей. Даже те, кто за рулем десятки лет, не всегда могут адекватно пристроить свою машину. Мы сейчас не говорим о тех, кто в силу своего воспитания или невежества встает по диагонали и занимает место, предназначенное для двух автомобилей. Речь об умении качественно чувствовать габариты, особенно при движении задним ходом. Убить множество зайцев поможет несложное занятие проезд змейки задним ходом. Итак, нам нужны закрытая площадка, автомобиль, пластиковые бутылки. Все просто, расставляем бутылки вместо конусов, отмечая змейку. Мы поставили наши импровизированные конусы с запасом по 60 см до переднего и заднего бамперов. И так начинаем много раз проезжать змейку задним ходом. Мы намеренно не используем шины или иные высокие ориентиры, ведь когда вы паркуетесь во дворе, то бордюр вряд ли будет высоким. Поэтому низкие пластиковые бутылки подходят как нельзя лучше. К тому же этот подручный материал можно без проблем найти, чтобы потренироваться в любое время и на любой подходящей площадке. Можно усложнить себе задачу, расставляя бутылки на разные расстояния или формируя разные сложности коридоры. Чем больше количество комбинаций вы попробуете, тем легче вам будет ориентироваться при реальной парковке в неизвестном дворе. Ведь нужно научиться заезжать широкие и узкие карманы, парковочные места разной конфигурации. Достаточно всего лишь одного часа такого занятия, чтобы существенно улучшить понимание траектории движения своего автомобиля. И как следствие, научиться хорошо парковаться задним ходом. Вопрос такой. Вот вы учите людей, ну по сути, с чистого листа. То есть человек приходит к вам, ну и будем считать, что он ничего не знает. То есть он учится по правилам, молодец, правильно все сдает. Как же потом автохамы-то появляются на дорогах? Ну автохамы, наверное, зависят не от того, как они учились в автошколе, в какой школе учились. Автохамы рождаются, наверное, это зависит от воспитания. Вот просто мы сегодня сейчас тоже ехали, когда на съемку, также заметили одну ситуацию, например, когда мне просто надо было перестроиться влево. То есть был достаточный карман между впереди и зайдущей машиной. То есть я спокойно умещался, я включаю поворотник и человек на Chevrolet, чем там, Duster вроде, ой, это Renault Duster был. Он просто банально специально добавляет газа и зажимает мне в этом кармане. Вот я всегда, точнее никогда не понимал этих людей, которые, ну зачем, ну что такое, ну уехал ты вперед, не пропустил ты меня, я встал за тобой. В итоге на перекрестке мы всю локомотивную в итоге ехали просто рядышком и вместе. То есть там не было никаких, что он там куда-то уехал вперед, то есть что это что-то. То есть опять-таки о культуре разговор, вождение. Когда учат на водителя, я понимаю, что... Сейчас, секунду. Кстати, вот за нами сейчас машина была, да, с московским регионом. Я вот замечал, в других городах как-то, ну из более таких мегаполисов крупных, как-то спокойнее пропускают, вот когда надо куда-то зажаться в карман. Видимо у них какая-то среда что-ли другая, то есть уже все привыкли другую руку пропускать. У нас какие-то вот эти принципиальности включаются. Нет, я вот еду, чего и ты перестраиваешься. К разговору. Вот у вас же есть опыт того, как в других странах происходит вообще организация дорожного движения. В Австралии в частности, я знаю. Да. То есть вплоть до того, что вот организована парковка, что нужно перпендикулярно припарковаться. То есть встаешь там 10-15 градусов, по сути штраф прилетит. Да, и непростой штраф. Непростой штраф. Очень-очень большой штраф наказания. Там достаточно болезненно организованы. То есть нет минимальных штрафов. Все штрафы от большой суммы начинают. Существенные. Существенные, да. И сильно бьют по карману любого водителя, любого гражданина Австралии. Соответственно и большинство водителей старается выполнять все требования, за которые наказаны. Это я к слову о том, что ну вот периодически происходит ужесточение ПДД, повышение штрафов. То есть как бы ни ныли водители, ну и я в том числе даже, да, но в некотором роде, то есть на выхлопе там где-то через какое-то количество лет, это в итоге все равно, как бы то ни было, оно приводит к безопасности. То есть из-за боязни штрафов все равно, ну, будешь соблюдать правила. Опять-таки вот слово там, ну в первой передаче у нас затрагивали приложение Народный инспектор, которое вот в Казани, например, запущено, когда каждый гражданин может тебя сфотографировать, как ты нарушил ПДД. Как вы относитесь вообще к таким гражданским инициативам, когда все друг за другом следят и в результате получается, что все, ну, не нарушают. Потому что никогда не знаешь, с какой соседней машиной тебя, ну, кто сольет в ГАИ видео, как ты там на Красной проехал или там встречку или еще что-то. Я двумя руками за, хотя я понимаю, что будут перегибы, будут какие-то негативные издержки, ну, в общем, в целом это будет работать положительно. А какие негативные издержки могут быть? Ну, наверное, какие-то варианты будут, например, как кто-то кому-то будет мстить специально, подстраивать ситуации. Ну, а как подстраивать? Вот мы с вами едем, например, да, ну или там давайте во дворе рассмотрим. Самое типичное, да, это в Казани, там у них по статистике самое большое это парковка на друтуарах, количество штрафов. То есть, понятно, да, если ты припарковался на бордюр или там подоткнул вход в подъезд, то, ну, какая разница, инспектор тебя сольет или, ну, в смысле, я имею в виду, оштрафует или кто-то из обычных прохожих сделает. То есть, не нарушай и никто не сможет злоупотреблять тем, чтобы тебя как-то замстить тебе за что-то. Ну, в принципе-то. Ну, в принципе, да, если идеально, то это все, да, хорошо, правильно, но, возможно, другие конфликты будут возникать. Ну, понятно, если мы живем с соседями, я буду, как у меня, тут у меня есть сосед, например. Вот когда он один раз, то есть мы с ним здороваемся, очень хорошие отношения, и когда он припарковался, запрыгнув на газон у нас в дворе, я ему говорю, ну, как бы, а что-то заблестывает. Он такой, а что это, я буду там за домом машину ставить, там, типа, идти столько, опять-таки, да, то есть, ну, что такое, ну, почему все паркуются и обходят дом, например, то есть, ну, подальше, а найдет, скажем так, одна ленивая задница, которая решает, что ему надо именно около подъезда парковаться, ну, как бы. Ну, при этом все равно будет все же общая эта польза, все равно больше будет людей, желающих уже соблюдать правила, да. В среднестатистическом массиве все-таки будет положить этот результат. Да, 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 конечно, конечно, я лично думаю так. Хороший пример, люблю, когда люди включают поворотник, надо перестроиться, включил, я тебя пропустил, вот, спасибо сказал, а то вот иногда что-то там зажимаются, лезут, ну, дружище, ну, в чем дело, проблема, включи поворотник, тебя пропустят. Смартфон вместо бортового компьютера, почему бы и нет. Практически любой современный автомобиль можно самостоятельно оснастить бортовым компьютером на основе смартфона. Единственное, что потребуется, это специальный адаптер под названием ELM-327. Адаптер вставляется в разъем OBD2 в машине и соединяется со смартфоном, и после чего соответствующее приложение выводит параметры на экран. Существует огромное количество приложений, которые позволяют узнать десятки и сотни параметров вашего автомобиля. Мы не будем рекламировать то или иное мобильное приложение, так как по своей сути они похожи друг на друга, хоть и имеют какие-то свои уникальные функции и фишки. Сколько стоит адаптер ELM-327? Если рассматривать 100% оригинал, то несколько тысяч рублей. Но китайские аналоги можно найти даже за несколько сотен. Итак, вставляем адаптер в разъем OBD2. Обращаем внимание, что большие адаптеры на некоторых машинах могут не уместиться, поэтому покупайте в формате мини. Дальше настраиваем связку со смартфоном и устанавливаем одно из приложений. Большинству автовладельцев будет достаточно тех параметров, которые мы показываем. Прокатимся по улицам города и посмотрим, как изменяются представленные параметры в реальных дорожных условиях. Обращаем внимание на некоторые взаимосвязи. В начале нашего движения система не отображает среднюю скорость и средний расход топлива. Но через некоторое время появляются заветные цифры. Итак, поначалу у нас очень высокий средний расход, при этом очень низкая средняя скорость. Во время поездки мы развиваем максимальную скорость и наша средняя скорость тоже вырастает. При этом падает средний расход топлива. Если ввести стоимость за один литр, то система из количества потраченного топлива даже высчитает затраты на поездку в рублях. Вот вы работая в автошколе, вероятнее всего общаетесь с другими автошколами, с других городов, я имею в виду, и с дорожными ситуациями, обстановками в других городах. Как Ульяновск? Лучше? Хуже? Ну, наверное, в серединке где-то. В чем-то лучше, в чем-то хуже. А можно выделить что-то? Что лучше, что хуже? Значит, а, например, взять Санкт-Петербург или Екатеринбург. Там вот как раз на социально совсем другой машине, будем говорить, на джипе дорогущем, может уступить водителю на классике, на нашей пятерке, семерке. Никаких проблем нет, он не переживает, его авторитет при этом не падает, и статус тоже. То есть в итоге, как бы, результат такой, что в итоге транспортный поток всего там проспектов, к которому едем, он будет двигаться, чем вот они начнут друг друга запирать все из принципа, из какого-то. Ну, вот как я говорю, сегодня нам Дастер там дорогу не пропускал, да, то есть, ну, что-то в итоге все равно встали все. Учит ли в автошколе прогнозировать дорожные ситуации, когда там вот кто-то вот так вот рысачит, едет побыстрее, что-то, а в итоге потом все стоили, стоим. Ну, специальной дисциплины такой нет, а вот при практическом вождении инструкторы как бы обучают, да. Кстати, вот интересный момент такой, много ли курсантов в автошколе признаются, что пока они не стали учиться на права, вот, то они, будучи пешеходами, ну, реально тормозили на дороге. То есть, перебегали где не надо, а как только человек садится именно по эту сторону, ну, условно говоря, там, рулевого колеса, понимает, ё-моё, зачем же я так себя вел, почему же я себя вел, то есть, именно вот переворот сознания. Ну, на эту тему разговоров мало у нас было, поэтому я хочу сказать, немного признаюсь. Немного признаюсь. Немного, да. Потому что, ну, я к тому, что, то есть, работа с пешеходами, ну, в том числе, как по ПДД, то есть, понимаете, что только в школе когда-то чему-то там учили, что идите вроде по правой стороне и переходите на зеленые, а по факту уже в современном уже мире слишком много нюансов возникает. Там, например, крайне малое количество пешеходов знает, что даже заходя на пешеходный переход, они обязаны удостовериться безопасности движения, согласно ПДД, или большая проблема с велосипедистами у нас, которые должны, которые, к сожалению, не все знают о том, что при переезде, ну, дороги, пересечения по пешеходному, надо спуститься с велосипеда и пешком переходить. Потому что, как только ты едешь на велосипеде, ты являешься транспортным средством. И тебя машина, если сбивает, хоть и на пешеходном, но ты едешь на велосипеде, то, по сути, как бы, ну, водитель не виноват. Ну, здесь он не только по отношению к водителям транспортных средств проблем с ДЭТО, он и пешеходам, переходящим пешеходный переход, тоже создает проблему, если едет на велосипеде. Можно ли как-то, вот ваш, я понимаю, что вы учите водителей в автошколе, но есть ли вот пути какие-то, вот как исправить ситуацию с пешеходами-велосипедистами? Ну, тоже осуществлять контроль за пешеходами, за велосипедистами, также их наказывать, выписывать протоколы, штрафы, на камеру снимать. Ну, тоже нужно также воздействовать, как на водителей транспортных средств. Мое мнение такое. Ну, да, потому что, к сожалению, с водителем проще. Ты его остановил, взял документы, куда он денется. А пешеход-то идет, он даже не обязан с собой документы носить. Он просто взял и побежал. Или велосипедист от инспектора. То есть эти случаи, ну, я думаю, присутствуют. Кстати, как вы относитесь к пешеходному экстремизму? Помнится, там, лет 15 назад, ну, как бы водители очень хорошо пропускали пешеходов. Потом ГАИ очень резко взялось за пешеходные переходы. И пешеходы стали чувствовать, что они как будто бы все дозволенно правы. Хотя и сейчас, то есть иногда вот в наушниках, в капюшоне, не посмотрев, просто побежал. Я понимаю, что когда ты будешь на моем капоте, ты будешь прав. Но нужна ли тебе эта правда в морге будет? Да, это действительно проблема. Кстати, вот мы только что проехали пешеходный переход. Один из опаснейших пешеходных переходов. В особенности, когда мы едем по той стороне. Понятно. Из-за свеяжи, издали, влече. Да, вечером, вечером. Вот когда сумерки, когда уже темнеет. Пешеходный переход плохо просматривается. И как вы сказали, вот когда какой-то молодой человек в капюшоне, голову так наклонив, даже лицо ни разу не повернув в сторону, движет транспортное средство, быстрым шагом вылетает внезапно. Реально опасно. Реально. Тут надо проезжать не просто проезжать, а ползком проползать. Но еще, конечно, я понимаю, что с водительской стороны надо бывает перекосы. Есть такое, понятно, миллиметровщики. Вот переходит человек по пешеходным, вот так пролетает, что аж прям там 2-3 сантиметра. Ну вот за ним вроде пропустил, но думаешь, ну сейчас человек переходит дорогу. Сейчас он оступился, приостановился, особенно если с детьми мама идет. Ну ты же просто на такой скорости проходишь в миллиметре, что ты, ну, по сути, это там смерть будет. То есть голова, что ли, не работает совсем. То есть что-то как-то, ну, это, к слову, дорожную ситуацию предвидеть. К слову о том, чтобы не было вот этих каких-то амбиций чрезмерных на дороге, да, ну что ты там приехал в итоге на 3 секунды раньше, что ли? Что ты притормозил, и зато ты можешь на 3 секунды раньше приехал, или это на сколько там лет сел потом в колонию? Ну, конечно, не на мало лет сядет, но вопрос в том, что этот же водитель опять, вот, он даже не забывает, он забывает о элементарном инстинкте самосохранения. Ну опять это же все входит в ту тему, о которой я говорил, это культура, да, общая культура населения. Опять-таки, возвращаясь, а в других странах? Ну вот в Австралии мы поговорили, там, ну да, там, штраф-тракт. Я вам про Австралию скажу, еще добавлю, вот там дорожно-транспортных происшествий гораздо меньше. Например, за два раза, побывав по месяцу в городе Сиднене, один из крупнейших городов Австралии, 4 миллиона населения, по год, месяц один год ездил, месяц другой, за месяц ни разу ни одного ДТП не видел. То есть 4-х миллиона? Мне стало интересно, начал вникать, что там так хорошо правила знает, и так их строго выполняет. Да, мы уже говорили о наказаниях, есть такой момент, но оказывается не он самый главный момент. А главное то, что там люди, друг другу вступают, там нет никаких подрезал вообще. То есть, к слову, вот я смотрел передачу, я не помню, какая-то страна была интересная, где по поводу скорости движения в городе. У них считается так, что если ты спешишь, куда-то быстро едешь, там подрезаешь еще что-то, то ты неуспешный и на самом деле бедный человек, нищий. Потому что люди состоявшиеся, обеспеченные, они никуда не спешат, у них все хорошо, у них скорость движения по городу 20 км в час. Люди едут первая, вторая передача, и на второе просто медленно едут при пустой дороге. То есть, какая-то интересная такая вот национальная особенность водителей. То есть, суета это признак твоего неблагосостояния. Вот. То, что я вот говорил про Австралию, да просто вот я свидетелем был, когда шел с внуком и тоже немножко ошибся там, где можно пройти. То есть, нельзя пройти, я решил, что можно, потому что там левостороннее движение, я поняту в сторону посмотрел, да, на машинку. Внук меня дергает, дедуля, нельзя здесь проходить, здесь машины поедут. Ну, я, конечно, вовремя остановился, водитель, увидев это, поворачивает в нашу сторону, останавливается, улыбаясь, нам машет рукой, проходите. И вот так вот везде и всюду улыбается, спокойно. У людей жизнь удалась. Ну, понятно, да, что это все такая философия, которая абсолютно недоказуема, но в некотором роде, то есть, ну, я по себе замечаю, когда я там где-то разозленный или что-то, я что-то начинаю поактивнее разгоняться, закопленный выход энергии. И при этом теряется внимание, появляются ошибки, да, и может к беде привести. При этом как раз и все происходит. Ну, да, и поэтому тут, как говорится, опыт, качество автошколы, подготовка, она уже, по сути, не играет. Как эмоции важнее, по сути, адекватности, объективности, стандарности. Да, да, кстати, в некоторых странах и автошкол-то нет. В той же Австралии далеко не все водители проходят обучение в автошколах. Автошкол есть там, но идут туда по желанию. Вот, но процесс становления водителей там гораздо сложнее, если, допустим, там зависит от возраста. Если гражданину Австралии 18 лет, он настоящий водитель с удостоверения 3 года будет получать. Сначала временные дают, он какой-то, там, год ездит с временным водительским удостоверением с одними ограничениями. Потом сдает экзамен, еще получает временное удостоверение с другими ограничениями. Есть, например, с друзьями, вот рядом с ним на переднем сиденье, друзья не имеют права сидеть. Вот такие ограничения. Ограничения по скорости, ограничения по употреблению алкоголя, там, допустим... А, то есть, там допускается алкоголь за рулем? Да, да, 0,16% для водителей, имеющих постоянный водитель. То есть, они временные не допускаются. И много других ограничений. Это, кстати, к слову об ограничениях, даже вот не только в плане, там, ну, как мне всегда, да, поражал, там, в каких-то странах, например, превышение скорости. Один километр в час превысил, уже это все нарушение. А то есть, где-то там в Европе каких-то странах, там, 50 километров в час, ограничения в городе, ты ешь 51, все, ты уже попался. То есть, все едут 45 на всякий пожарный. Вот бабулька, ну, куда пошла? А вот она культура. Красный свет. Да, ты человек такой возраст, который должен всех нас учить. Да, по сути, подает интересные примеры, да, о том, что вот, мол, как. Ну что, Олег, огромное спасибо вам, потому что я так чувствую, мы уже приехали примерно куда нам требуется. Поболтали, я надеюсь, искренне, что нашим зрителям передача тоже была интересна, особенно опыт других стран и где-то других городов. Будем, как говорится, бороться за безопасность на дорогах. Я искренне надеюсь, что все у нас получится. В нашем городе, я имею в виду, что мы станем образцовым городом. Конечно, автошколам большое спасибо за то, что они стремятся тоже улучшать и адаптироваться под меняющиеся дорожные условия. Ну, как говорится, увидимся в следующий раз. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok